Украинская армия отходит на новые организованные позиции. Поступает сообщение, что левый берег Северского Донца уже не контролируется украинской армией. Напомню, организованным отходом назвал Пентагон действия украинской армии. Хотя, если посмотреть видео, как-то не очень-то организовано. Но, друзья, приветствую. Сводки с фронтов Украины не только. 25 июня. Итоги. Дело в том, что сейчас многие задаются вопросом, а что дальше? И, кстати, у меня на телеграм-канале есть очень интересное видео украинского активиста, который в эмоциях рассказывает, что происходило на передовой. Сколько у него обращений о различных, так скажем, неприятных ситуациях. Ну, на телеграм-канале. И, анализируя заявления разных военных чиновников в Украине, а также различных представителей нацбатов, складывается впечатление, что каждый из них боится, что наступление будет на его направлении. Скажем, те же нацки с Харькова думают, что, возможно, в этом направлении будет наступление. В Николаеве думают, что может быть на них. В Запорожье может быть на них. Ну, а в Бахмуте Артемовске и Славянске, конечно же, готовятся, что, скорее всего, что будет наступление на них. Тем более, ключевые точки многие уже заняты. И с точки зрения восприятия, опять же, чиновников из Славянска и Бахмута, скорее всего, что в их направлении пойдет движение Российской Армии. А учитывая то, что, в принципе, опять же, отмечают украинские чиновники, что фактически есть усиление по некоторым направлениям и концентрация российских войск, с учетом того, что линий сопротивления становится все меньше, то, конечно же, перспективы весьма нерадужные. Ну, а Зеленский, конечно же, в своем очередном видеообращении говорит о том, что нет, будут идти только вперед. Хотя на геополитической арене уже многие вопросы так немножко начинают проясняться. И уже представители Украины заявляют, что не хотят уже в НАТО, не будут больше пытаться вступать, потому что все равно нет ответной реакции, и как-то это все бесперспективно. Стутенберг говорит, что все должно закончиться переговорами, но нужно, чтобы у Украины были сильные позиции, НАТО должно в этом помочь Украине. А тем временем в той же Португалии, к примеру, как-то вооружение не будет поступать. Потому что денег нет на дорогу. Да, оказывается, бронетранспортеры есть, а денег на их транспортировку нет. А Борис Джонсон и вовсе предупреждает, что в Европе началось сильное давление, чтобы Украину принудить к миру на невыгодных условиях. Ну и судя по этим геополитическим заявлениям, можно понять определенную обстановку на фронтах Украины. Ну, у Зеленского, Арестовича, конечно же, сейчас есть темы для ПРМОХ. Это Европейский Союз, кандидатство в Европейский Союз. Хотя уже опять звучат различные, сраднические какие-то заявления о том, что должны быть очень большие реформы проведены, может быть, тогда. Но, в общем, это помогает пока что отвлекать, собственно говоря, от того, что происходит на фронтах Украины. Конечно же, рассказывают опять по Арестович ТВ о санкциях новых, которые будут введены, о том, что вот-вот проведут мобилизацию более широкую и получат новые типы вооружений. А Буданов, возглавляющий разведку, и вовсе, конечно же, заявляет, что в августе перейдут в полнейшее контрнаступление до границ 1991 года. Напомню, что Буданов недавно относительно делал тоже какие-то громкие заявления, но как-то его прогнозы не сбылись. Ну, а украинский активист, видео, которое я разместил у себя на телеграм-канале, называет некие действия от Арестовича и Кима. Это анекдот от Арестовича и Кима, когда на самом деле все очень серьезно. Но это, как говорится, уже отдельная история. На этом, друзья, пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.